Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии «Среды». Долгожданная фраза «Среда пришла, неделя прошла». Весь понедельник и вторник хотел наконец-таки ее произнести. Вот сегодня настал этот замечательный день. Все ближе мы к выходным, но все-таки сейчас нужно, конечно же, собраться с усилиями, потому что впереди у нас очень серьезный фундаментальный фон и нужно, как следует, скажем, устоять перед его давлением. Разумеется, в идеале бы увидеть реализацию тех идей, которые мы поставили на среднедолгосрочной основе. И в целом, опять же, анализируя этот новостной фон и ожидаемые макроэкономические события, вероятность того, что все пойдет как по маслу, согласно тем целям, которые мы поставили и ориентиром задали, весьма высока. Но обо всем по порядку. Разумеется, в ходе брифинга снова обозначу кодовое слово. Оно позволит вам получить дополнительный бонус на пополнение плюс к те акции, которые действуют в рамках нашей компании. Чтобы воспользоваться этим бонусом, нужно будет связаться с вашим персональным менеджером и, собственно, потребовать его получения на пополнение. Бонус действует до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра. И, по сути, поскольку ФРС еще поздним вечером, есть еще много часов, чтобы вы смогли воспользоваться этим бонусом. Сегодня величина его 7,5%. Ну а что касается кодового слова, разумеется, произнесу по ходу самого брифинга. Начнем, как всегда, с наших вступительных активов, первоначальных инструментов, которые мы анализируем последние полгода. Это динамика нефти и, разумеется, российской валюты. На текущий момент, что можно сказать по бренду и, в целом, по WTI, в общем, по энергетическому рынку. То, что нефть у нас продолжает находиться под давлением, в частности, бренд актуальной котировки 48 с небольшим. Серьезный прессинг, опять же, по причине старых фундаментальных идей, никак не отпускает энергосырье, создает еще большие предпосылки для, возможно, более глубокой коррекции и такого же сохранения понижательного тренда. Мы поставили цель – возможность коррекции бренда в район 45-46, даже 47 – это ближайшая цель. 45 – это уже совсем мощная поддержка. Но с учетом того, как активно бренд снижается в последней торговой сессии и, в принципе, ничто сейчас не может повлиять на его, возможно, позитивную динамику и роста, все-таки эти идеи, конечно же, сохраняют актуальность и мы продолжаем делать ставку на еще более, скажем, серьезное коррекционное движение. Идеи на самом деле прежние, и от них мы пока, разумеется, отказываться не собираемся, потому что, как ни крути, это серьезнейший фундаментальный фонд, бороться с которым очень трудно. Это, разумеется, избыточное предложение, отсутствие спроса, это слабость еврозоны, слабость Китая, роста американской валюты, что провоцирует разгрузку рисков инструментов, к которым традиционно относятся и нефти. Это соответствующее ожидание по потенциальному увеличению объемов производства, потому что мы знаем, что в ОПЕХ уже гораздо выше квоты, мы готовимся к дополнительным объемам со стороны Ирана. Сейчас, правда, не ясно, о каких объемах идет речь, но в целом мы прекрасно знаем, что производственные мощности Ирана составляют до 4 миллионов баррелей в сутки. Поэтому, в принципе, они могут легко нарастить с текущих объемов производства, увеличить эти объемы раза в 3-4, и это не составит им никакого труда. Соответственно, как только финансовые и экономические санкции останутся позади, как решенная тема, Иран будет еще одним серьезным игроком на рынке энергоэсурсов, вследствие чего можно будет ожидать еще больше давления в целом на котировки черного золота. Что касается актуальных комментариев со стороны ОПЕК. В качестве потенциальных катализаторов изменения тренда по нефти мы обозначали возможность как раз восстановления экономики Китая, пока давайте опустим этот вопрос, и возможность пересмотра квоты дневной выработки со стороны ОПЕК. А внеочередном заседании пока речи не идет, хотя были спекуляции, напомню, пару недель назад на то, что это заседание может состояться. Но после комментариев, опять же, министров нефти, этого нефтяного картеля ясно дали понять, что ни о каком внеочередном заседании, ну, по крайней мере, сейчас речи не идет. Поэтому мы ориентируемся на декабрь, который будет еще очень не скоро, и если и произойдут какие-то прорывные решения, то есть, получается, их придется ждать еще 4 месяца полноценных, а то и даже 5 полноценных месяцев. А значит, учитывая последнюю динамику, за 5 месяцев может произойти очень многое. И если нефть по-прежнему будет тяготеть к новым многолетним минимумам, мы сможем увидеть даже уровни А40, а может быть, даже еще ниже. Также ОПЕК сообщал, что в одиночку исправлять ситуацию с рынком энергоресурсов, точнее, даже со стоимостью активов, они не в силах. Поэтому, если в мире есть серьезная заинтересованность в том, что энергоресурсы должны, соответственно, стоить побольше, значит, нужно, опять же, совместными усилиями выравнивать спрос и предложения. Пока на спрос повлиять, конечно же, практически невозможно. Все-таки, если мы увидим экономическое восстановление по ключевым экономическим регионам и странам, это произойдет очень нескоро, но вот на предложение повлиять можно. И, соответственно, если объемы производства будут планомерно, последовательно и вкупе сокращаться не только в рамках ближневосточных государств, но еще в США и в России, то, может быть, удастся достигнуть более-менее равновесного состояния спроса и предложения и поспособствовать созданию вот этого локального триггера, катализатора для восстановления цен на нефть. Но это, опять же, только оптимистичные сценарии, пока для этого ничего не предпринимается, и мы фокусируемся, опять же, на актуальном новостном фоне, который сейчас продолжает бить по позициям нефти. Вчера были опубликованы данные по запасам нефти в США по версии АПИ. Это частное агентство, конечно же, не такой крутой отчет, как нас ждет сегодня. Официальные данные от Министерства энергетики. По факту АПИ мы увидели снижение запасов на 2,3 миллиона баррелей, но на нефть это, собственно, никак не повлияло. Напомню, что на прошлой неделе мы видели сокращение запасов не только по версии АПИ, но и со стороны, опять же, официальной статистики, по данным официальной статистики. Поэтому, если сегодня также Министерство энергетики США сообщит о снижении, опять же, запасов, я не думаю, что это может быть использовано нефтью для локального роста. Хотя, для тех, кто верит в то, что в ближайшее время нефть сможет вернуться в выше уровня 50, конечно же, это возможная потенциальная и фундаментальная поддержка. Но я все-таки больше сейчас делаю ставку на те настроения, которые уже двигают нефть. И эти настроения исключительно пессимистичны, которые направлены на возможности еще большего снижения этого актива. Российская валюта, разумеется, реагирует из-за высокой степени корреляции, также по-прежнему на ослабление нефти, также соответствующей разгрузкой, девальвации. Уже локальный хай 65 с небольшим, актуальные котировки на премаркете сейчас 65,26, и в целом рубль находится под серьезным давлением. Сегодня уже среда, налоговый период, по сути, стартовал уже в понедельник, но вот до сегодняшней торговой сессии, конечно же, не ясно, как будет вести себя рубль сегодня, но пока можем говорить, что налоговый период не оказывает той поддержки, на которую надеялся лично я. Рубль пока, по сути, игнорирует этот новостной фон, но, может быть, опять же, спрос на рублевую ликвидность полностью компенсируется, скажем, исполнением долговых обязательств российского корпоративного сектора перед зарубежными кредиторами. Я отмечал то, что сумма может составить до 15 миллиардов долларов, и, по сути, этого объема ликвидности вполне достаточно, чтобы компенсировать, нейтрализовать этот спрос на рубли по причине исполнения российскими экспортерами обязательств перед российским бюджетом. Может быть, спрос появится сегодня, в четверг, в пятницу, перед, скажем, самым закрытием торговой сессии. Напоминаю, что обычно пятничная торговая сессия, опять же, по причине локального ралли, может быть, опять же, днем локального разворота микротрендов, может быть, в пятницу рубль сможет получить поддержку. Все-таки платежи будут осуществляться только на следующей неделе, пик придет на 25 августа. Может быть, опять же, сейчас экспортеры не очень торопятся с этими конверсионными сделками. Но это, честно говоря, также оптимистичные ожидания, которые разделяю лично я. Но, судя по, опять же, более объективной реальности, вроде бы как, наверное, рубль, к сожалению, на фоне снижения нефти, но никак не может даже заручиться поддержкой и локальных факторов. Поэтому вынужден сдавать позиции против основных конкурентов и доллара, и европейской валюты. И, к сожалению, сейчас, наверное, без вмешательства Центрального банка России на эту ситуацию уже ничто не повлияет. А Центральный банк остается в стороне, смотрит на происходящее, скажем, созерцает, но старается, или, точнее, не в состоянии сейчас использовать эти инструменты, которые имеются в его арсенале. Может ли Центральный банк изменить этот тренд ослабления? Может ли повлиять на укрепление позиций российской валюты? Я считаю, что может. Инструменты и возможности имеются, но вот когда они будут задействоваться, еще не ясно. Поскольку 65 уровень пал, и никаких действий со стороны российского мегарегулятора не последовало, может быть, ЦБ ждет уровень повыше, и это уже значение ценовое против того же самого доллара будет обозначено, по сути, в районе февральских максимумов, это 70-70 с небольшим. Но велика вероятность того, что психологический рубеж, конечно же, 70, может оказаться тем самым уровнем, когда в игру вступят российские монетарные власти. Но точно такие же ожидания присутствовали и касательно уровня 65, но он был легко преодолен долларом, и мы уже видим то, что пара реально торгуется выше, и вполне уже даже до конца сегодняшней торговой сессии может уйти в район 67. Я в начале этой недели обозначил краткосрочную идею, связанную с налоговым периодом. Честно говоря, пока так же краткосрочно я от нее не отказываюсь. Все-таки есть еще три дня, чтобы использовать локальную поддержку национального происхождения. И если рубль хочет собственными силами хоть как-то снизить этот прессинг со стороны американца, лучше ему уже сейчас торопиться и буквально, может быть, даже на сегодняшней торговой сессии. Если этого не произойдет, то об этой краткосрочной идее, конечно же, можно будет забыть и снова сфокусироваться на наших долгосрочных ожиданиях, которые предполагают движение пары USDRAP в район 67-68 рублей за доллар. Переходим к другим активам – евро-доллар. Четвертая торговая сессия вчера стала разгрузочной для главного валютного риска. Разумеется, ключевые факторы давления на евро – это сильная макроэкономическая статистика американского происхождения и ожидание дополнительных мер экономического стимулирования со стороны Европейского центрального банка. Почему мы сейчас активно обсуждаем возможность задействования как раз этих триггеров экономического роста через доп-стимулы европейского мегарегулятора? Основание для этого есть, и серьезным основанием для этого стала как раз публикация пятничных данных по индексу потребительских цен, когда мы увидели, по сути, закрепление отчета глубоко в красном секторе, то есть в дефляционной зоне. Поэтому сейчас нужно, конечно же, торопиться, тем более, что мы видим, что цены на энергоисурсы продолжают снижаться, разумеется, оказывая еще большее давление на показатели по инфляции. Поэтому ЕЦБ, наверное, уже в самое ближайшее время хотя бы обозначит возможности, опять же, задействования новых инструментов в рамках программы количественного смягчения. Это может быть, еще раз напоминаю, либо расширение этой программы, либо, соответственно, увеличение ассортимента выкупаемых облигаций, либо продление сроков действия. На текущий момент по плану полагается, что она будет действовать до сентября 2016 года. Но что-то подсказывает мне, что мы можем уже сейчас смело накидывать к этому, скажем, сроку еще месяцев 6, а может быть даже и больше. Пока проблему с дефляцией решить не удается, тем более, что помимо ожиданий как раз вмешательства Центрального банка в текущие монетарные курсы и денежную политику, мы видим еще соответствующие спекуляции, связанные с темой повышения крокосрочных процентных ставок в США. Основой для этих спекуляций является, конечно же, сильная макроэкономическая статистика. Опять же, каждую неделю мы анализируем разные сектора. Сейчас уже вооружены очевидным фактом улучшения ситуации на рынке недвижимости, в промышленном секторе, на рынке труда. Единственная проблемка сейчас есть еще с инфляцией. Но, опять же, уже неоднократно я отмечал тот факт, что ФРС может пойти на долгожданное решение по нормализации денежно-кредитной политики, пока локально закрыв глаза на инфляцию. Потому что инфляционная составляющая – это не единственный фактор, который может стать причиной, вследствие которого ФРС начнет действовать на мировых финансовых рынках. Поэтому, говоря про евро-доллар, разумеется, еще раз напоминаю, что этот тандем валютных активов у нас очевидный контраст расхождения монетарных политик по ЭЦБ, как я уже сказал, все-таки в предвкушении новых стимулов. ФРС готовит рынок к тому, что решение по повышению краткосрочных процентных ставок уже не за горами. Поэтому сейчас следим за статистикой, разумеется, и каждый макроэкономический позитив американского происхождения мы транслируем в качестве еще одного аргумента в пользу наших ожиданий по повышению краткосрочных процентных ставок. Сегодня очень интересная торговая сессия, наверное, даже крутой фундаментальный фон, который имеет потенциал создать трендовые движения для дальнейших, скажем, торговых сессий. И эти события, которые я сейчас анонсирую, разумеется, мне кажется, они будут еще долго, да я даже уверен, потому что резонировать на поведение финансовых активов, потому что это действительно отчеты очень крутого толка и свойства. Это протоколы последнего заседания Федерального комитета по открытым операциям на финансовых рынках ФРС США и данные по инфляции. Поэтому плавно давайте перейдем к перспективам пары USD-йена, поскольку переключаемся уже на макроэкономический фон и США. По евро, на фоне того, что я сказал, разумеется, мы продолжаем делать ставку на движение этих активов ниже уровня 1.10, а потом, возможно, еще просадки в район 1.08 и еще более глубокого коррекционного движения. Что касается пары USD-йена, сейчас откройте та же графика, видим, что актуальные котировки 124.30 с небольшим, то есть по-прежнему USD-йена сохраняет консолидацию в районе 124.50, и этот боковик на самом деле наблюдается на рынке очень давно. Это говорит о том, что участники рынка собираются силами, копят те аргументы, которые могут стать причиной выраженных трендовых движений, и сейчас рынок действительно готовится к серьезному броску. Возможно, этот самый бросок, серьезный скачок и зашкаливающая волатильность последуют уже после сегодняшних протоколов. Вероятность очень высока. Мы ожидаем, разумеется, конкретики со стороны представителей ФРС касательно того, когда же они будут изменять текущий монетарный курс. Еще раз повторяюсь, здесь речь идет о повышении процентных ставок. Думаю, что конкретика может последовать уже сегодня. Разумеется, если даже будут обозначены хотя бы вербального характера заявления касательно уже готовности американской экономики к ужесточению монетарной политики, разумеется, это скажется на динамике доллара и приведет к активному усилению позиции американской валюты против всех основных конкурентов. Рисковым инструментом придется сдавать, придется сдавать и главному, наверное, оппоненту доллара по защитным свойствам – это японская валюта. Наша цель давно уже поставлена на движение выше уровня 125 и закрепление даже в районе 126. Пока, собственно, сохраняем эти ориентиры. Помимо протоколов, сегодня до них, собственно, протоколы будут опубликованы в 21.00 по московскому времени, то есть традиционно поздний отчет. Но до этого в 15.30 у нас будет возможность проанализировать данные по инфляции. Это, наверное, последний сектор, рубеж для ФРС, где улучшение настроения и появление оснований для восстановительной тенденции и роста этого показателя уж точно убедит всех присутствующих на рынке в том, что ФРС будет поднимать процентные ставки. Напомню, что это решение отталкивается от трех секторов – рынка труда, рынка недвижимости и, соответственно, по инфляции. По рынку труда здесь позитив очевиден, даже давайте опустим сразу, перейдем к рынку недвижимости. За последние две недели мы проанализировали, собственно, индекс настроений потребителей касательно данного сектора экономики. Напомню, что этот индекс находится на 10-летнем максимуме сейчас. На прошлой неделе мы анализировали данные по динамике продаж на вторичном рынке недвижимости. Это также максимум за последние 7 лет. И вчера, собственно, были опубликованы данные по числу в закладке новых фундаментов, новых домов. И снова у нас не просто хороший отчет, а, по сути, исторический такой прецедент, по сути, максимум за последние 8-9 лет. Соответственно, рынок труда можно также загрывать, как реальный сектор, который уже получил достаточно оснований для роста. Сектор улучшается, восстанавливается, ситуация в целом стабилизируется. Поэтому сейчас переключаемся на показатель по инфляции. Если посмотрим на содержание экономического календаря и, опять же, на прогнозные значения, то сможете увидеть, что сегодня ожидается прирост этого показателя. Прошлый отчет 0,3%, точнее 0,2%. Предполагается, что индекс потребительских цен может скакнуть на 0,1%. Конечно же, немного, но все-таки, опять же, по причине серьезного давления, которое характерно для рынка энергоресурсов, такой символичный прирост может оказаться значимым. И если мы увидим действительно улучшение этого показателя, я считаю, что можно будет уже смело готовиться к тому, что протоколы будут, скажем, реализованы, опубликованы в жестком ключе, который позволит нам предвкушать как раз повышение процентной ставки уже до конца этого года. Поэтому сегодня я считаю, что доллар может получить достаточно оснований для роста, и мы будем стараться использовать как раз потенциальные катализаторы для американской валюты против его основных конкурентов. То есть, делаем ставку, опять же, на усиленную коррекцию европейской валюты и рост, соответственно, пары USD и иена. Еще хотел пару слов сказать про британский валютный актив. В частности, сейчас он представляет интерес, потому что вчера также были опубликованы данные по индексу потребительских цен. Показатель с нулевой отметки набрал всего лишь 0,1%. И в целом инвесторы почему-то высмотрели в этом позитив, вследствие которого можно будет пересматривать сроки повышения процентной ставки уже в рамках британского мегарекулятора. Я считаю то, что это заблуждение общее рыночное, потому что, опять же, даже по факту незначительного прироста, я даже сказал символичного прироста, сейчас только стоит обозначать по-прежнему присутствующие риски дефляции. Мы видим то, что уровень индекса потребительских цен находится под давлением. И прежде чем транслировать этот отчет на возможный, соответственно, позитив, разумеется, можно будет делать это только после того, как у нас будет явная тенденция роста индекса потребительских цен. Сейчас 0,1%, потом может быть 0,1% и уже третий отчет, который позволит нам говорить о тенденции. Этого сейчас нет. Мы увидели первый прирост за последние много месяцев, и, быть может, уже в следующем торговом месяце, то есть в сентябре, снова будем говорить о рисках дефляции. А поэтому я напоминаю вам, что сейчас стоит возвращаться к тем комментариям, которые мы слышали со стороны Банка Англии, руководства, и касательно как раз ожиданий по повышению процентной ставки и достижению индекса потребительских цен своего целевого значения, которое назначено и определено в районе 2%. Банк Англии сказал, что повышение процентной ставки в лучшем случае произойдет ближе к концу 2016 года. Что касается инфляции, достижение 2% текущего индекса потребительских цен также, а в лучшем случае, стоит ожидать только к третьему кварталу 2017 года. Поэтому этот фон является серьезным фактором негатива, долгосрочного для британской валюты. И, разумеется, в связи с этим я продолжаю делать ставку на то, что пара фонд-доллар может в ближайшее время легко оказаться ниже уровня 1,55. Поэтому локальный всплеск интереса, который был зафиксирован вчера, может очень быстро, также локально сойти на нет, и рынок будет фокусироваться на прежних медвежьих инвестиционных идеях, которые, собственно, обозначаемы мы. Поэтому фонд-доллар ждем закрепления ниже уровня 1,55. Еще раз напоминаю, два важных отчета протокола и инфляция сегодня. И что касается кодового слова, приурочим его как раз давайте к этому отчету. Кодовое слово «инфляция» еще раз напоминаю, величина бонуса 7,5%. Вопросы есть? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем вопросов и комментариев на нашем официальном канале. Оставляйте их под видео окном на YouTube. Всего доброго, до свидания.